Всем привет! С вами Байки о байках и это новый выпуск новостей. Недавно завершилась выставка Type A Cycle, на которой было представлено несколько интересных продуктов. Компания BlackTech представила полностью карбоновые колеса C1D. Они получили уникальную конструкцию с разветвляющимися асимметричными спицами. По заявлениям производителя, они обеспечат превосходную торсионную и трансмиссионную жесткость для исключительной эффективности педалирования. Обода получили Хуклис-конструкцию. Внутренняя ширина составляет 20,7 мм. Высота профиля 40 мм. И они совместимы с покрышками шириной от 25 до 35 мм. Вес составляет 695 грамм для переднего и 796 грамм для заднего колеса. При этом максимальный вес велосипедиста с велосипедом не должен превышать 120 кг. Такие характеристики звучат очень привлекательно. А теперь приготовьтесь. Их цена составляет 4880 долларов. Компания FFWD, которая ранее выпускала только шоссейные колеса, представила прототип ободов для горных велосипедов. Основная фишка новинки – это ребристая форма внутренней поверхности обода. По заявлениям производителя, такое решение позволяет сэкономить вес и при этом увеличить жесткость и прочность колеса. Также производитель разработал новые запатентованные отверстия для спиц особой формы. В них ниппель сможет наклоняться на любой необходимый угол, сохраняя при этом равномерное давление на всю поверхность в области контакта с ободом. Таким образом обеспечивается наиболее эффективное распределение нагрузок на обод, ниппель и спицы, тем самым повышая надежность и жесткость колеса. Компания Recon Components, которая производит ультралегкие кассеты методом ЧПУ-фрезеровки, нашла способ обойти патент с RAM на производство кассет под стандарт XD. Они представили адаптер, который устанавливается на барабан XD, и с его помощью можно поставить на него кассету стандарта Shimano HG, в котором компания и производит свои кассеты. Компания HubSmit представила новую втулку. Ранее их топовая модель имела 60 зацепов на храповике с шестью одновременно зацепляющимися собачками. Таким образом обеспечивался свободный ход в 6 градусов. А новая модель получила 90 точек зацепа, и при этом шесть собачек вступают в зацеп поочередно двумя группами по три собачки. Таким образом свободный ход удалось сократить до двух градусов. А компания KT Taiwan пошла еще дальше. В ее новой втулке 204 точки зацепа и шесть собачек, которые также вступают в зацепление поочередно группами по три собачки. Таким образом им удалось достичь свободного входа менее одного градуса для самого быстрого подхвата в начале педалирования. А чтобы повысить надежность и эффективность работы храповика, каждая собачка имеет по три зубца, которые вступают в зацеп. А теперь к другим новостям. Компания CeramicSpeed запатентовала новую велосипедную цепь. В цепях традиционной конструкции присутствует множество элементов, которые трутся друг от друга большой площадью. Таким образом создавая трансмиссионные потери мощности и также являясь первопричиной износа цепей. А в патенте предлагается совершенно иная конструкция с керамическим рокерным шарниром, в котором трение заменено на качение. В машиностроении такая конструкция не нова. Но до сих пор производителям не удавалось сделать такую цепь, подходящую для использования на велосипедах ввиду определенных ограничений. Таких как разнообразие размеров звезд, возможность изгиба в разные стороны, работа с перекосом и компактность. Внешне цепь из патента выглядит почти как обычная, но вся магия происходит внутри шарниров. Принцип ее работы можно описать так. В каждом шарнире будет находиться три пина сложной формы. Первый пин будет соединять внешние пластины, второй внутренние. А в пространстве между ними будет расположен третий пин, по которому будут кататься первые два при изгибании цепи. Именно таким образом производитель хочет избавиться от потерь на трении, заменив его качением. На данный момент технология находится в разработке, и производителю предстоит решить еще множество инженерных задач. Одна из главных проблем — это исключение попадания грязи в пространство между катающимися пинами. Поэтому на данный момент можно предположить, что такие цепи мы сможем увидеть только на шоссейных велосипедах. Международный союз велосипедистов UCI в этом году разрешил использовать системы изменения давления в колесах на гонке в Париж-Рубе. Для тех, кто не в курсе, Париж-Рубе — это классическая однодневная шоссейная велогонка на дистанции 257 километров, 50 из которых проходят по очень неровным булыжным дорогам. Представьте себе, как трясет на шоссейном велосипеде с узкими колесами на этих участках. Производители велосипедов придумывали различные решения для рассеивания вибраций и ударов от булыжника. И в этом году дело дошло до изменения давления в шинах. На данный момент широко известны две системы, и в них используется принципиально разный подход. Первая — скоб Этмос. по сути, является собой ресивер с электронно-управляемыми клапанами, закрепленный на втулке и соединенный с ниппелем для накачки колеса. Ресивер накачивается заранее, и запасенный в нем воздух используется для накачивания колес. А при необходимости сбросить давление, воздух из колес стравливается в атмосферу. Управление осуществляется кнопками на руле по беспроводному каналу, причем раздельно для переднего и заднего колеса, а вес системы составляет 300 грамм. Вторая — система КЭПС. Представляет собой мембранный насос, встроенный во втулку и работающий от вращения колеса. Преимуществом такой системы является неограниченное количество использований без необходимости накачивать ресивер. А к минусам — сложность конструкции и сопротивление к качению при активации насоса. Вес системы отдельно не озвучен, так как она продается в составе велсета от Грава. Гравильные колеса весят 1970 грамм, а горные — 1990. При этом конструкция втулок с насосами накладывает свои ограничения. Вес велосипедиста с велосипедом не должен превышать 110 килограмм. На этом все. Подписывайтесь на канал, смотрите новые выпуски и узнавайте обо всем первыми. И не забудьте нажать на колокольчик. С вами были Байки о байках, до скорых встреч!